здравствуйте муж и братья сегодня я бы хотел поговорить с вами на тему беседы с мусульманами да и вообще этот видео полезно будет посмотреть мусульманам как обращение может к ним даже она выглядеть это ответ на их вопрос который часто они задают когда с ними встречаешься говорил ли иисус я бог разве говорил что иисус я бог он же нигде этого не говорил вот так они обычно говорят то есть не говорю что в вашем евангелии библии это не написано этого ничего нет это все ваши выдумки ну вот собственно когда затрагивается евангелие библия тогда мы не можем остаться в стороне это наше священное писание господь который оставил нам откровение написано духом святым через божьих людей при разговоре с мусульманами никогда не надо я не не буду трогать не мухаммеда не коран это их книги это их человек их пророк опровергать никого из них никого я не буду но что касается нашего иисуса и наши книги евангелия нашей библии здесь чтобы надо дать конечно ответ потому что то что они говорят это от полного незнания библии полного незнания слова божия и сейчас я вам покажу что это великая глупость считать что иисус не говорил о том что он бог все евангелие только об этом и говорит и что он бог и человек две природы в одном лице евангелие ты она 5 голова 39 стих иисус говорит исследуйте писание ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную они свидетельствуют о мне все писание свидетельствует об иисусе о том что он воплотился и воплотиться если мы берем вот ветхий завет сколько пророчества все обо нем если начинать читать сначала то то мы сразу видим что он родился необычным образом в истории человечества еще ни один человек так не рождался то есть не было мужа при этом пресвятая дева мария родила его родила его и зачала его от святого духа и и ангел возвестил ей об этом и она даже удивилась она сказала как это будет если я мужа не знаю и ангел сказал ей в ответ дух святой найдет на тебя и сила всевышнего осенить тебя и посему и рождаемая тобою наречется сыном божьим то есть мы видим что уже он родился не как обычный человек и в истории такого никогда не было как это так чтобы без имени мужа родился кто-либо и ангелет иоанна 3 36 говорится верующий в сына имеет жизнь вечную они верующие в сына не увидят жизни но гнев божий пребывает на нем то есть кто сына божий не верует на том приводит гнев божий и мы должны это помнить ведь понятно дело что и при жизни иисуса христа него очень трудно было признать его за бога тем более за бога человека то есть бога и человека потому что но он он и как человек говорит и делает дела в то же время он делает дела также как бог надо понять что евангелие описывается жизнь и учение иисуса христа и люди которые с ним пребывают что они ему говорят как они его за кого него считают и все это надо прочитать все в это надо вникнуть чтобы разобраться вот интересно приметить за что его распяли и вообще за что его хотели убить гнали его за что об этом писание говорит четко евангелие то иоанна 5 18 5 глава 17 стих и еще более искали убить его иудеи за то что он не только нарушал субботу но и отцом своим назвал бога делая себя равным богу то есть иудеи понимали что он делает себя равным богу а мусульмане не понимают этого также мы читаем иудеи сказали ему в ответ евангелие то иоанна 10 глава 33 стих не за доброе дело хотим побить тебя камнями но за богохульство и за то что ты будущий человек делаешь себя богом то есть он себя делал богом с их точки зрения то есть враги видели что он себя делает богом но и они и думали что он богохульствует и когда в синдрионе они уже перед священнике его допрашивали и вот написано встав пересвещение сказал ему что ж ты ничего не не отвечает что они противят свидетельствует то есть он молчал иисус молчал и пересвещение сказал ему заклинаю тебя богом живым скажи нам ты ли христос сын божий иисус говорит ему ты сказал и даже сказываю вам отныне у зрителя сына человеческого сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных и тогда пересвещение к разодрал одежи свои сказал он богохульствует на что еще нам свидетели вот теперь вы слышали богохульство его то есть о богохульство было а за то что он себя одесную бога ставит то есть поставил себя рядом с богом наравне с богом какой из пророк ставил себя наравне с богом Никакого такого нет у пророка Далее мы можем прочитать Евангелие от Иоанна, 8 глава, 58 по 59 стих Иисус сказал им Истинно, истинно говорю вам Прежде нежели был Авраам, я есмь И тогда взяли камни, чтобы бросить на него Но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них И пошел далее Что он сказал? То есть Авраам, патриарх, который был за много лет до Иисуса И он сказал, что прежде нежели был Авраам, я уже был То есть если это был человек, то как он мог быть до Авраама еще? Никогда таким вопросом не задавались? И тогда взяли камни, чтобы бросить на него Но человек сказал, что если прежде я кого-то был, я был То чего, камнем-то побивать? А то, что это все понимали, что он себя ставит Богом То есть что он вечно пребывает Иоанна, 14 глава, 6 стих Иисус сказал ему, я есть путь истинной жизни Никто не приходит к Отцу, как только через меня Он сказал, я есть путь истинной жизни Может ли человек быть путем? Никак не может А истинной? Всяк человек лжив и грешен А он говорит, я истина Как может быть человек быть истинной? И жизнь Ну тем более, как человек может быть жизнью? В грехах весь человек Какая жизнь? Там смерть одна А он говорит, что он жизнь Из этого мы четко и явно видим, что он себя ставит Богом Он говорит, что он Бог А вот самое интересное Как вы думаете, кто может прощать грехи? Ну явно, что только Бог их может прощать Но когда принесли расслабленного к нему Его там через крышу пронесли Иисус, Марка 2, 5 Иисус, видя веру их, говорит расслабленного Чадо, прощаются тебе грехи твои То есть Он простил грехи Прощаются, говорит, грехи И там Те фарисеи, которые сидели Они-то поняли, что Ну как так Это Бог уже только может прощать грехи Но Аллах только прощает грехи И он, зная их помышления Так и написано Сказал, что легче Сказать, прощаются грехи твои Или встань и ходи То есть исцелить Ну явно же Судя, когда если человек Просто пустословит То как бы он сказал Ну прощай с тебе грехи Никто же это проверить не может Но А сказать, допустим Встань и ходи Это тут уже Ну реально дело То есть ты не сможешь отрицать И он говорит Ну чтобы вы поверили Что сын человеческий Имеет Власть прощать грехи Говорит расслабленный Встань и ходи И тот встал и пошел То есть он исцелился То есть он тем самым Иисус доказал Что он имеет власть Прощать грехи А кто может прощать грехи? Только Бог Кроме Бога Никто не может это делать То есть конкретно Евангелие нам Всегда просто Каждую главу Говорит практически Почти каждую главу Говорит о том Что Христос Это Бог То есть он просто Постоянно Об этом говорит Но чтобы люди Сами до этого дошли Поскольку это Ну это Ну любой Кто Никто это не примет Так просто Откуда это возьмется? Это великое откровение Которое отвергают Вот допустим Современные Ну вообще мусульмане Они не могут это признать Но я собственно И не хочу Чтобы они это признали Я хочу просто Чтобы они увидели Что То что им там говорят В мечетях О том что Нигде Христос Иисус не говорит Что он Бог И что в Евангелии Это не написано Чтобы они Не хулили Просто Евангелие наше А увидели Что признали Что действительно Евангелие об этом говорит И любой человек Кто Хоть немножко серьезно Относится К изучению Христианства Это признает Будь то он верующий Или не верующий Или там Из другой религии Не надо быть таким слепым Матфея 7.21 Написано Не всякий Говорящий мне То есть Иисус говорит Господи Господи Войдет в Царство Небесное Но исполняющий Волю Отца Мого Небесного Не всякий Говорящий мне Господи Господи Войдет в Царство Небесное То есть Господи Иоанна 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 Как вы думаете Кто может воскрешать Мертвых Может для человека Воскрешать Мертвых Своими силами А на страшный суд Кто будет Воскрешать Бог Или человек А в Иоангеле От Иоанна 6 глава 40 стих Мы читаем Господь Господь говорит Воля Пославшим Меня Есть Та Чтобы Всякий Видящий Сына И верующий В Него Видящий Сына И верующий В Него Имел Жизнь Вечную И я Воскрешу Его В последний День Я Воскрешу Его В последний День Я Воскрешу То есть Он Он Не Говорит Что По Моим Молитвам Отец Воскресит Но Я Его Воскрешу В последний День 6 глава 44 стих Никто Не Может Прийти Ко Мне Если Не Прилечет Его Отец Пославший Меня И Я Воскрешу Его В последний День То есть Он Воскресит Его 6 глава 54 стих Идущий Моя Плот И Пьющий Моя Кров Имеет Жиз Вечную И Я Воскрешу Его В последний День Я Воскрешу Его В последний День Кто Может Воскрешать Кроме Как Бог В Уангелии Иоанна 14 глава 8 по 17 стих Читаю Филипп Сказал Ему Господи Покажи Нам Отца То есть Бога Покажи Нам Отца Покажи Нам Бога И Недовольны С Иисус Сказал Ему Сколько Времени Я С Вами И Ты Не Знаешь Меня Филипп Видишь И Меня Видел И Отца Как же Ты Говоришь Покажи Нам Отца То есть Отец Это Бог Иисус Говорит Сколько Времени Я С Вами Ты Не Знаешь Меня То Ты Не Знаешь Бога Видишь И Меня Видел И Бога Как же Отец Во Мне То есть Тут Иисус Просто Четко Твердо Говорит Что Он Бог Что Он И Отец Одно И Как Это Можно Не Видеть Явно Явное Просто Откровение Божие Явное То есть Надо Быть Прям Слепым Чтобы Это Все Не Видеть Прочитайте Внимательно Сколько Сколько Время Я С Вами Ты Не Знаешь Меня Филипп Но Вопрос Покажи Мне Отца В Евангелии Иоанна 10 Глава 28 Стих Говорится Иисус Говорит Я Даю Им Жизнь Вечную То есть Я Даю Жизнь Вечную Кто Может Давать Жизнь Вечную Скажите И Не Погибнут Вовек И Никто Не Похитит Из Руки Моей То Из Из Руки Человек Какого-то Никто Не Может Похитить Такого Не Может Быть Или Как Может Человек Давать Жизнь Вечную Пророки Давали Жизнь Вечную Кому Либо Хоть Один Пророк Что Нибудь Такое Говорил Кто Им Заявлял Такие Права На Себя Давал Иван Грет Иоанна 8 Глава 51 Стих Мы Читаем Истинно Истинно Говорю Вам То есть Иисус Говорит Кто Соблетет Слово Мое Тот Не Увидит Смерти Вовек Что Это За Слово Такое Человека Которого Если Кто Соблетет Не Увидит Смерти Вовек Он Не Говорит Кто Соблет Слово Бога Или Слово Божие Он Говорит Слово Мое Соблетет Как Его Ненавидели За Это Иудеи А Мусульмане Просто сделали они сказали а это это он не говорил и все создали своего и су своего который там это не говорил которого не распяли который был просто пророком но это не иисус христос который реально был который является сыном божьим и ангелит его на 10 глава 3 6 стих иисус говорит тому ли которого отец осветил и послал в мир то есть он про себя говорит вы говорите богохульствуешь потому что я сказал я сын божий то есть они в обвиняли что он богохульствует и он сказал я сын божий то есть это богохульство с их точки зрения конечно можно это и богословие там уйти то есть вообще первые сама первая глава евангелия ты она полностью раскрывает смысл но мне кажется это недоступно просто для мусульман они не могут понять это вот такие слова в начале было слово и слова было у бога и слова было бог то есть начале было слово 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 было у бога слово было бог это что такое что это значит словом называется иисус христос сын божий словом второе лицо при святой троицы в начале было слово то есть начале он уже был то есть начало это начало мира а он уже был как бог и слова было у бога то есть он был у бога и слова был бог то есть он был бог то есть конкретно евангелие нам с говорит что иисус христос лицо при святой то есть второе лицо святой троицы есть сын божий бои является богом в римлянам 9 глава 5 стих мы читаем христос сущий над всем бог христос сущий над всем бог также заявляют что не говорится что он бог вот говорится христос сущий над всем бог все конкретно и 1 тимофея 3 глава 16 тих говорится бог явился во плоти вот и воплотился и воплоте он и явился воплотился при святой девы марии бессеменно зачатый о нем пророчествовали почти все пророки еще в раю уже было пророчество о том что он воплотится но никто еще не знал что он будет богом что сам бог воплотится но что семя мужа сотрет главу змея все знали и ждали ожидали миссию когда иисус исцелил слепорожденного то есть человек слепой от рождения такие не исцеляются никогда то фарисеи они не приняли то есть они его выгнали вон потому что он как бы по-хорошему отзывался в иисусе написано 9 главе 35 по 38 стих иисус услышал что выгнали его вон и найдя его сказал ему ты веришь ли в сына божия и он отвечал ему и сказал а кто господи чтобы мне верю к нему иисус сказал ну и видел ты его и он говорит с тобой он же сказал верую господи поклонился ему то есть он конкретно сказал веру шли в сына божия тот сказал кто это он говорит это я И кто-то ему поклонился. Когда Фома, когда Иисус воскрес из мертвых, но апостолу еще многие не верили, и Фома им не верил, он его не видел, и он сказал, пока не вложу в его руки и ноги свои пальцы, не пощупаю точно, что это его тело, от гвоздей раны его не прощупаю, то не поверю, что он воскрес. Но когда он увидел его, Фома сказал ему в ответ, Иоанн говорит Иоанн 20, 28. Господь мой, Бог мой. И Иисус говорит ему, ты поверил, потому что видел меня, облаженный невидящий и уверовавший. Вот, блаженно невидевшие и уверовавшие, мы не видели, мы читаем Писание, и по Писанию ясно видно, что Господь Иисус Христос есть Бог и Человек. В полном смысле Он Человек во всем, кроме греха, и в полном смысле Он Бог, Сущий на небесах, который содержит эту, сотворил небо и землю, и содержит всю Вселенную. Все это мы видим, читаем в Евангелии. Сколько ересей было отброшено, именно на основании Библии. То есть, кто-то его и не считал, считал за творение, но здесь мы явно видим, что он не творение. Кто-то его, ну, как только и не, то есть, считали, что там у него одна природа, только божественная, и нет человеческой природы. То есть, нет, что он не человек, это просто как призрак видимый, то есть, представился человеком. И это все отброшено, все Писание это отбрасывает. Святые отцы через церковь это все отбросили, поскольку это не соответствует действительности. И Писание это показывает. И вот самый главный стих, который ставит точку на всем этом, это 10 глава Евангелия Туанна, 30 стих. Иисус говорит. Я и Отец одно. Все. Печать. После этого уже ничего нельзя против этого возразить. Нету никакого оправдания всем тем, говорящим, что Иисус Христос это не Бог, не Бог и человек. На основании Писания, конечно. Если вы Писание признаете, то... Ну, вы смотрите, сколько мест Писания говорит о том, что Он Бог. Но также есть много мест Писания, где Он говорит о том, что Он человек. Он молится, чтобы миновала Его чаша. Он просит, выходит, просит Отца Своего. Здесь Он себя показывает как человек. И поэтому мы, христиане, и вся святая церковь, не делая никакого насилья своей совестью, приняли и уверовали, что Он есть Бога-человек. В одном Бог и человек в одном лице. Не надо ничего отбавлять и прибавлять к словам, потому что написано, кто прибавит или отбавит, на том будут язвы. И тот покроется. То есть проклят будет тот человек, кто что-то прибавит или отбавит. И зачем же вы, мусульмане, отбавляете от Священного Писания? То есть вы его называете только лишь пророком. Хотя оно говорит о том, что Он является Богом еще. Зачем вы это добавляете? Насилуйте свое Писание. Мы его не трогаем. Мы не Мухаммеда, не Коран. Это ваша книга. Это ваш Иса. Но нашего Иисуса не трогайте. И нашу книгу не надо ногами попирать и обманываться. Почитайте ее внимательно и увидите, что она говорит о том, что Иисус Христос есть воплотившийся Бог, умерший за наши грехи и воскресший для нашего оправдания. Много-много мне с Писания я здесь не все привел. Еще тут часа три, наверное, можно приводить и приводить и приводить, показывая то, что Он является Богом. Но вот из того, что я привел, думаю, достаточно, чтобы уже было понятно, что тому, что вам говорят, я не знаю, кто вам это говорит, потому что я с кем общаюсь, многие прям уверены, что нету такого, не сказано, что Иисус говорит, что я Бог. Но я вам привел очень много мест Писания, где Он это говорит, и Он это показывает делом и словом. Поэтому, мужи, братья, если вы встретитесь с кем-то мусульманами, и они ему задают вопрос, где Христос говорил, что я Бог, вы можете Ему привести все эти выдержки. Ну, на это, конечно же, пойдет ответ, что Библия переписывалась, ее исказили и прочее, прочее. Ну, это все стандартно, потому что до лжи он не может так просто выйти. Он будет дальше лгать. На этом заканчиваем. Благодарю вас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присноивовеки веков. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Слава Отцу и Святому Духу,